всем привет вы на канале крипто комманс ну что друзья биткоин у нас растет не по дням и по часам как и весь крипто рынок что не может конечно же не радовать всем большущий респект кто в ракете сейчас вообще мало кто не находится в прибыли из тех кто ходит bitcoin и другую крипту и возникает вопрос у многих как купить bitcoin и другую криптовалюту очень просто на самом деле это сделать ребята есть проверенный обменник fast change которым пользуемся сами более пяти лет и всем рекомендуем в описании видео вы найдете ссылку вот лучший обменник здесь вы можете легко с карточки любого банка вот пожалуйста сбербанк тинькофф альфа открытие рнкб или просто виза мастер-карт купить bitcoin а также любую другую криптовалюту в том числе вон эфиры binance коины все токены для этого что вам нужно вам нужно иметь свой кошелек bitcoin правильно чтобы было куда скидывать эту криптовалюту для этого вы создаете аккаунт на binance по вот этой вот ссылке тоже из описания счастливая ссылка создаете аккаунт на binance это занимает 10 секунд никакой верификации не надо просто электронная почта и пароль как с компьютера так и с мобильника можете это делать обязательно поставьте мобильное приложение binance себе в телефон и здесь если вы ничего не понимаете по-английски вот меняете язык на русский и пожалуйста вот сверху здесь у вас получается кошелек мой кошелек вот здесь всякий маржинальный фьючерс на это вам все не надо если вы новичок если вы нуб вам нужен основной спотовый кошелек вот он здесь находите все криптовалюты в том числе bitcoin пополнить депозит вот ввод нажимаете он вам показывает ваш адрес биткоина копируйте его вставляете сюда в обменник пишите свою фио карту email и погнали создаете заявку и переводите но также если вы совсем true hodler и не хотите торговать и вам не нужен binance просто на binance и гораздо более низкие комиссии если вы хотите менять валюты друг на друга чем в кошельке но так в принципе конечно вам нужен кошелек и самое безопасное это хранить крипту на кошельке как вариант кошелек exodus очень хороший кошелек также есть мобильная версия тоже в телефон качаете ставите кошелек exodus то же самое здесь находите свой адрес чего там хотите допустим дэш вы хотите отправить на кошелек выбираете адрес дэш копируйте его здесь в на обменнике создаете в заявке купить дэш причем альткоины можно покупать от 5000 рублей на сумму на этом обменнике а bitcoin сейчас по-моему от 50 вставляете свой кошелек дэш нажимаете и погнали все переводите средства точно также естественно и выводить с этого обменника очень очень просто кошельке exodus очень важная вещь это зайти в настройки настройки безопасности вот тут есть backup и вам нужно обязательно скопировать свою секретную фразу я вам ее показывать не буду но суть в том что как раз кто имеет доступ к этой секретной фразе это 12 слов на английском тот имеет полный доступ к вашему кошельку то есть первое что вы делаете когда регистрируете кошелек в том числе exodus любой другой вы переписываете приватную фразу безопасно переписывайте чтоб только вы ее знали это как бы ваш и логин и пароль сразу к вашему кошельку на бинансе этого делать не надо если вы зарегистрируйтесь на бинансе то там биржа держит за вас ваши биткойны это как бы ваш типа счет в банке но если вы хотите сами владеть своей криптой то конечно лучше заведите кошелек и перепишите приватную фразу потому что не ваши ключи не ваши биткойны ну и лучше всего сделать и то и другое на самом деле зарегистрируйте себе и кошелек и аккаунт на бинансе полезно будет тем более судя по тому какой сейчас идет прилив новых клиентов я думаю что бинанс могут скоро просто закрыть регистрации для новых пользователей на время как это было во время прошлого пика 2017 года смотрите капитализация рынка уже триллион семьсот двадцать шесть миллиардов это охренеть какая цифра на самом деле еще недавно и триллион то не пробили капитализация самого биткоина уже триллион сорок один миллиард и судя по всему это только начало потому что действительно это открывает дорогу институциональным клиентам хедж-фондам которые не могли в принципе до триллиона зайти в актив от триллионной капитализации бинанс коин поднялся на 133 процента за неделю это просто крыши сдув бинанс к доллару выстрелил просто охренеть как если по свечам хайка наши недельным смотреть с последней красной свечи он выстрелил на 1200 процентов без малого и конечно же покупать сейчас по таким хаям локальным не очень целесообразно и разумно поэтому я бы не рекомендовал если вот даже представить что это был локальный хай что вполне возможно мы можем натянуть сетку фиба и здесь мы видим зона золотого кармана 061 8 по фиба находится в районе 150 баксов то есть 150 долларов это грубо говоря ультимативная зона для покупок если вы хотите дождаться коррекции но при этом ставите наверх что минус коин дальше будет расти но также более близкие зоны это 05 по фиба это сколько 180 190 долларов примерно но это для этого всего вам нужен вот такой сценарий чтобы бинанс коин сходил вниз налил ваши ведра на 160 баксов и пошел дальше наверх но я вам так скажу актив который дал уже 10 иксов и до этого рос весь медвежий рынок крипты то есть дал уже в принципе 1000 иксов за пару лет но он может и в более долгую консолидацию идти вот такую в налить ваши ведра а потом пойти вниз к вашим стопам или загнать вас в просадку еще на какое-то время короче лично я бинанс коин не трогают несмотря на то что фундаментал бинанс крупнейшая биржа мне кажется не стоит покупать на таких хаях то же самое и по рейван коину я поэтому и говорю часть продавайте он уже очень хорошо взлетел но это только на меньшем таймфрейме но если вы отдалитесь подальше на недельный таймфрейм то в принципе здесь все только начинается и рейвену еще есть потенциал хода хороший дальше и вопрос в том сейчас он закрепится выше то есть куда-то туда он может спокойно пойти вопрос только в том что он может сходить сейчас вниз на ретест этой сетке сетка и my ribbon должна развернуться первый раз на недельном таймфрейме в бычью сторону рейвен биткоину мы смотрим и удержаться тогда да тогда рейван может полететь еще гораздо выше так что часть оставляйте в рейвене обязательно dash все идет по плану на недельном таймфрейме смотрите у нас уже сетка развернулась три недели назад примерно и подтверждается все это большими зелеными объемами которые заходят в рынок и у dash этот потенциал хода просто огромный я не буду повторяться кто не в теме посмотрите предыдущие видео по дашу эфир мы видим что уже сделал так посмотрите то есть по дашу мы находимся сейчас вот там вот где-то а эфир уже переписывает хаи теперь у него тоже новые цели это 34 тысячи долларов и выше если по логике как все это происходит теперь еще важный момент очень многие спрашивают в чем разница в чем прикол торговать альты к битку почему нельзя торговать альты за фиат можно и то и другое и разница лишь только в том что и к чему вы торгуете то есть смотрите вы можете грубо говоря торговать как это детей занимаемся к доллару так как биткойна но таким образом к доллару у вас будет другой график нежели к биткойна потому что понимаете да но это сравнить если сравнить это всё равно что торговать золоток доллару или золото к серебру это разные вещи хотя 10 5 почти одинаково потому что нереальный пан descrição во первых к биткойну торговать дешевле если вы с плечом торгуете плечо в биткойне стоит в пять раз меньше на минанте то есть да что Что вообще Binance дает? Он дает торговать на споте без плеч, то есть без рисков, просто тем, что у вас есть. Или дает торговать на кроссе. Более подробно у меня есть об этом видеоурок, посмотрите его сверху. Но менее подробно вы можете в кроссе занять в 2 раза больше, чем у вас есть, и купить на эту криптовалюту. Но если вы хотите в лонг поставить на Dash, допустим, то вы должны занимать не Dash, потому что если вы займете Dash, вам нужно будет все равно вернуть Dash. И даже если он вырастет, вы как бы ничего не заработаете. Вы занимаете все время ту валюту, против которой играете. То есть в данном случае занимаете либо доллар, и Dash растет, и вы отдаете долг в доллар, и у вас остается профит в долларе или в Даше. Либо, как я и как многие трейдеры, кто уже давно в основном торгует к биткоину, вы занимаете биткоин. Биткоин занимать в 6 раз дешевле у биржи, и вы торгуете к биткоину. Вы ждете, пока альткоин выстрелит к биткоину, и продаете обратно альткоин, возвращаете бирже долг в биткоине. То есть просто графики к биткоину, если вы сравните с графиками к USDT, там более стопудовые уровни. И то, что, допустим, весь рынок сейчас может к доллару пойти вниз в какой-то момент, когда индекс доллара у нас начнет отскакивать, то это не повлияет на рынок альткоинов к биткоину, скорее всего. Они могут, наоборот, начать выстреливать еще сильнее, потому что они в более глобальной перепроданности находятся. То есть у нас последние все эти годы биткоин рос, и доминация росла. А сейчас начинается альтсезон. Вот почему мы торгуем альты к биткоину. И это можно делать на Binance по ссылке из описания. Но даже к биткоину вообще другая картина, если мы посмотрим. Тут только-только на дневках наметился разворот. На недельках вообще вот мы просто тупо падаем еще. Ну и начинаем отскакивать. Недельный отскок по RSI. На дневках мы видим, что у нас даже к биткоину вообще уже красиво разворачиваются. Зеленые объемы. То есть тут потенциал хода вот у нас. Вот такой же, как у Raven и у Binance сейчас. И у BNB. Миллион сатоши, два миллиона сатоши и полетели. Так что даже BTC очень по-быче смотрится. И TC, и BTC тоже очень по-быче смотрятся. Тут вон потенциал хода тоже на несколько иксов. Посмотрите на все эти паттерны. Я их называю паттерн ковш большой медведицы. Альты к BTC. Они часто вот так делают. Они как бы идут во флете уже все. Находят дно, потом проваливаются еще ниже дна. Такой ковш рисуют. И потом этот ковш выстреливает наверх. Охренеть как. Тем более тут все в диверах. Посмотрите, Bitcoin Cash к битку. Все в диверах дневных. То есть, видите, цена идет вниз, а RSI уже наверх. Короче, этот выстрел минимум вот куда-то на 4 миллиона сатоши. Это к предыдущим значениям. А так еще дальше получается. Еще выше. И если посмотреть на доминацию, то здесь все идет нормально. Она идет вниз, собственно. Альтсезон продолжается. Но нужно, конечно, держать руку на пульсе. Потому что может быть вот такой отскок по доминации. Даже при продолжении движения вниз. И это, конечно, вытряхнет слабые руки из альтов. Из некоторых. Ну а так, да. Что, биткоин у нас фигачит наверх. Это прекрасно. Но не забывайте о том, что будут коррекции даже на этом пути. И коррекция может быть неожиданная и даже более глубокая. Как минимум до сетки средних скользящих. Чтобы нащупать там поддержку. Но также коррекция может быть более глубокая. И улететь куда-то ниже. Какая может быть коррекция? Особенно краткосрочная. Потому что если смотреть не недельные таймфреймы. А, скажем, часовой. То здесь сидят трейдеры на часовике. И даже если мы сейчас улетим еще куда-то выше, в какой-то момент начнется коррекция. Смотрите, что произойти может. Что часто происходит. Случится резкий дамп. Здесь все подумают, ну все, надо покупать. Начнут покупать. Потом произойдет еще один резкий дамп. Здесь уже все точно начнут покупать и усредняться. А дальше мы увидим на мелком таймфрейме вот такой огромный дамп. Я не говорю, что это будет. Я говорю, что такое может произойти. И статистически такое происходит. Грубо говоря, мы увидим такой трехчастный дамп, где третья часть будет очень сильная. Или наоборот вторая или первая может быть очень сильная. Но в любом случае, все кто купят вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Все кто купят, их вытряхнут. И только потом мы полетим наверх. Потому что здесь все уже зашартят. Ну и их вытряхнут. Такое может быть. И такую коррекцию стоит ожидать. И, ну, быть к ней готовым просто. Вот что я считаю. Так что в целом, я говорю еще раз, не забывайте, что мы летим куда-то наверх. Но будьте готовы вот к таким штукам. Но в целом, не забывайте, что мы находимся на середине нашего пути по модели Stock to Flow, по нашему логарифмическому каналу. То есть рано, конечно, шартить и выпрыгивать из ракеты. Скорее нужно покупать биткоин на просадках. Потому что вот что-то такое он нарисует. Еще один большой заброс наверх. Локальную вершину. И пошли вниз. Ну и у меня на сегодня все. С вами был FlowLight. Канал Crypto Commons. Подписывайтесь на канал. Если вам нравится такой контент, ставьте лайки. И всем профит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.